всем привет друзья сегодня мы с вами посмотрим ролик который называется тиктокерша травила людей розовым соусом канал солик очень солик поверьте мне называется солик ну давайте ставим лайк комментарий для продвижения вас друзья мои попрошу проделать те же самые манипуляции только уже со мной напишите комментарий мне поставьте лайк маня я буду начинать знаете благодаря интернет издаешь создать продукт известный во всем мире как например дубайский шоколад я уверен что вы про него точно слышу первую слышу я честно говоря что что связано с арабскими странами с арабским все это отвращение ничего не вызывает честно вот что не говорите мне там про них не кроме отвращения ничего не вызывает это извините что понесло меня но не хочу об этом говорить обсуждать это но мне не нравится или про а из кофе в шоколадном стакане то есть раскрутить продукт еще раз него точно слышали или про а из кофе в шоколадном стакане а цепил не не знаю такой не такой мне как раз угощали прикольно тема не то есть раскрутить продукт при помощи какого-нибудь тик тока более чем возможно именно этим и воспользовалась вероника шоу более известная как шеф и и презентовала розовый соус и да она сумасшедшая и да она действительно травила людей этим соусом просто травила поверьте это абсолютно безумная история вот знаете обычно в таких видео рассказчик в середине видео говорит фразу а потом что-то пошло не так тут же все пошло не так самого начала во первого пошла не потом даже кроманьоне сидящий где-то в глубинах моего рептильного мозга при виде этого соуса начнет бить тревогу но не может субстанция с таким цветом быть либо съедобный либо не ядовитый или почему может есть вкусовые пищевые краситель например спокойно вообще как кисель кисели же бывает малиновые вот нормально тема да может быть желтый красный зеленый но не розовый какого хрена в комментах розовое варенье не ел наверняка да оказалось много людей без инстинкта самосохранения которые арбузы если конца не доспелые тоже розовые конечно классные но не съедобные и захотели его попробовать и они начали сдавать вполне себе рациональные вопросы какой он на вкус какой у него состав и с чем его можно есть шеф пиже отвечала на все одним ответом да а ты купи и попробуй но это не ответ ну типа зачем им покупать соус если они не знают какой он на вкус может он на вкус как барбекю а кому-то не нравится вкус барбекю да и в конце концов люди должны знать из чего создан этот соус потому что у людей все еще есть аллергия на некоторые продукты вот кстати говорят что ты не подумал аллергия это очень важный фактор аллергия это очень у людей бывает на на элементарной вечере аллергия есть такие-то люди я знаю человека двух и не узнаю у них сказать что аллергия как назвать правильно не знаю короче болезнь такая они но они называют это это аллергией на солнце им конечно солнце не заплыл появляться на солнце пострелить и появляется и у них тело покрывается сыпью всякой там пятна в сыпи это все ужас какой-то двоих таких минимум знаю да при том что появилась у одного не сразу появилась второго я не знаю так послышал от него историю я с ним не знаком был с чем все это есть как бы отпал потому что ну если что-то можно съесть и переварить то шеф пи польет это соусом и съест то есть буквально все соседка пашу бы тоже там уже такой более-менее урос розы к спасаться появляется очень вкусно наггетсы крылышки ножки картошка макароны и буре похоже . вот вынес это бургеры чипсы и пицца так ладно это странно но все-таки что входит в оригинальный состав розового соуса я не знаю никто не знает но ладно мы к этому еще должно быть вернемся она открыла заказы на свой соус ну и как вы думаете сколько стоит баночка такой жижицы правильно 20 баксов а учитывая как-то дорога я просто не знаю какие у них цены там и все обильно поливает хватает ее раза на 3-4 20 баксов это 1800 рублей я ради интереса накидал в корзину соусов на эту стоимость просто рандомных 7 штук ты знаешь цены сравнишь посмотри сколько майонез грубо говоря стоит там где-то продают их может у них это нормально цена я не знаю михаиле два с половиной литра этих соусов а какой объем у этой бутылки я тоже не знаю нет я правда не знаю на сайте об объеме ноль информации на этикетке тоже просто типа я не знаю никто не знает но так не должно быть еще ладно предположим 400 миллилитров просто предположим все еще звучит не очень но даже несмотря на это люди полностью раскупили все ее запасы ну люди есть которые как бы это нормальное явление когда люди люди любят какого-нибудь блогера ютубера тик токера они верят ему доверяют берут продукцию я так как бы тоже чё покупал то блин есть кое-что лежит я не могу найти такие две штучки лежат у меня две как назвать их правильно короче тоже своих любимых своего блогера поддержал да вот там там не блогер был там и движение целое они уже создали я решил поддержать чувакам дело конечно не недорого короче было хотя чё я удивляюсь за неделю до релиза продукта начался прогрев где она ходила и снимала людей которые пробуют ее соус и они все таки вау как вкуса самым неубедительным образом говорили ну знаете чтобы шеф пи не обиделась как-никак заплатила за их еду но что важно все как один говорили что это невероятно необычный вкус такого мы еще не пробовали он такой пикантный на самом деле вот этот выглядит как будто этот как будто мы селка смешали с краской и скорее всего она просто попросила не говорить какой он на вкус обходясь общими эпитетами и это действительно гениальное решение потому что скажи они какой он на вкус его никто не купил ну и вас наверно чего раздирает любопытство господи ну какой же он на вкус сладкий чесночный соус розовым красителем 20 баксов напоминаю ясен хрен что никто бы не пошел покупать чесночный соус или как там его называют соус ранч чисто из-за цвета но одна из главных загадок шефа питаки была раскрыта состав соуса в него входит подсолнечное масло чили чеснок мед и то что придает ему такой цвет драконий фрукт ну а драконий фрукт он какой-то дат я понял его в общем это такой фрукт в азии где-то растет он где-то в азиатских странах по моему его надо сразу есть он если сразу съешь его ну вот как свеженький раскрыл его допустим надо сразу есть потом он вообще вонять шутка я так слышал не знаю он не он во-первых чеснок чили и мед в одной банке спасибо не надо а во-вторых камен а почему что такого я допустим как гавейской пиццы тоже сначала думал что ананас с курицей как вращение фу а классная вещь на самом деле я рекомендую попробую хотя вы просто попробуйте класс мне нравится мне лично понравилось я детям как раз на день рождения купил гости приходили там к ним я попробую кусочек возможно и нормальная тема на самом деле то что я беру как часто но пинтаторы уцепились за консистенцию она вязкая то есть в составе должно быть что-то что делает его таким а это либо молоко либо яйца на него первое не второе в составе на сайте не указано плюс она сама выкладывала видео где готовят этот соус дома и у всех возник вопрос вот к этой вот таре с белым что это почему это важно поймете позже тем не менее почти месяц спустя людям начали приходить бутылки с жижей и только тогда они будут смотрите жидкая вообще совсем другая консистенция или что они купили и с кем они имеют дело давайте поступательно во первых вот вам видео где она делает мемы про знаки зодиака и тут поймите меня правильно не каждый сумасшедший человек верит в знаки зодиака но к кто я это к чему чутка повернута на числах ангела ну типа один 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 пять 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 семь 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 ну вы поняли то есть старт продаж у нее был в 11 часов и 11 минут ну и хер бы с ним она может верить во что угодно да ну когда ты на этикетке пишешь что в этой баночке соуса на 444 применения вот тут у нас с тобой пиво 444 применения хрен знает как применять будешь являются проблемы потому что ниже написано что в одной порции 90 калорий делаем простую математику и получается что в одной этой баночке хранится 40 тысяч лари а это в совокупности 85 килограмм яблок или 11 килограмм картошки фри или 8 килограмм шоколада стоит ли мне говорить что нет в этой банке 444 порции по 90 калорий и обычно когда человек ради эстетики пишет красивое число вместо действительно важной информации о продукте который ты сука продаешь то обычно обычно это все все это конец хуже этого ничего быть не может но как вы видите видео только началось зачем-то не знаю зачем не эстетично как по мне шеф пи решила написать на этой злосчастой этикетке весь состав этой жижицы и люди на знаю как там у них у нас они опять написать полностью весь состав если не соответствует может за это теребоньки на самом деле продавца шли в нем молоко ну во первых хочу передать привет всем кто не переносит лактозу но заказал этот соус это я я не знаю мне недавно началась переносить не как недавно после одной одной неприятности у меня была там сложность с шеей этот я пил гормональные таблетки чтобы лечиться и после этого у меня желудок чуть-чуть подсел проблемы желудком начались у меня и вот с тех пор у меня непереносимость лактозы не в том я кофе с молоком допустим выпью и рома металли срать бегу организм прочищается только так блин даже что страшно я как бы спокойно я им пью молоко это просто что мне после этого минут через 20 сразу бегу в туалет это не страшное явление просто что поздравляю вас поимели а во-вторых присмотритесь к этой этикетке скажите чего тут не хватает сюда срока годности срок хранения условия хранения всего этого тупо не было а я напомню составе есть молоко а потом напомню еще кое-что соус ехал почти месяц ехал тупо в ящиках хрен это анали виноват шум месяц ехал как у них отработает с почты с холодильника самый жаркий месяц в году как вы думаете что получили покупатели розовый соус или биологическое оружие мне кажется и за кадром позвонил альберт вески расспросила сколько она готова продать этот вирус нет конечно же были счастливчики которые получили не взорвавшийся соус обычный соус они его даже отрецензировали но все равно были проблемы с цветом у каждого видео цвет розового соуса отличался что не есть хорошо но опять же автор уж нет получается нет четкой технологии потому что четкой технологии скорее всего если сама делала тогда так все что получается когда когда работа я просто знаешь это такое к технологии я в цеху как-то раз работал котлет пельмешки делал это классно конечно там месяц месяц всего лишь проработал потом убежала туда не тому что там было плохо потому что я пошел за своей мечтой затем куда я хотел пойти да вот так вот и технология четкая технология должна быть вы выверенное там все там поэтому и котлеты пельмени все были одинаково вкуса что вчера я сделаю что перемене грубо говоря через неделю сделаешь на все были одинаково цвета веса все было чётенько у нас там в этом плане у нас был не забалуешь том цеху и всяком случае не говорю не берусь брать за всех говорить но кое-что я знаю мне там еще на объясняли там этот про этикетки про упаковки как там все работает что за что все про все так всех маленький был конечно сейчас уже мне брат рассказывал разрослись там уже не знаю по всей во всей россии конечно но внутри куша разошлись ли второй партии которая была отправлена после 1 она догадалась внимание запаковать соус в пупырчатую пленку но что более важно она наконец-таки догадалась из ну скорее что то что это три гонки за то что она просто как правило эти соусы ну скорее все там какие-то издержки судебные были получил по щам просто пользовать вот это вот заглушку на горлышке бутылки чтобы соус не портился до в первой партии этого не было ничто не мешало ему нагреваться разлагаться и взрываться прям в упаковке как можно заниматься бизнесом ничего не знаю про то как этот бизнес вести очень легко очень легко боже мой каким образом эти банки должны были приехать цена ну да точно число ангелом совсем забыл а еще блестки она зачем-то обсыпала банки блестками а еще она неправильно написала слову уксус и получилось не винигер а вингер и люди долго не могли понять что это такое господи как это вообще смогла дойти до продажи своего товара как сука ходи погодите так стоп 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 а как же госконтроль а как же местная санэпидемстанция ну у них как и у нас никакой промолчал поэтому вопрос хороший я просто без ним ну я просто не знаю как это там работать если они вообще такие органы такие этого не требуется если у тебя действий то напитим станция но у них как и у нас этого не требуется если у тебя действительно маленькое производство но знаете как бы анонс и поддержками поддержка чат как там мало бизнес тип есть дайте малый бизнес особо не трогают кинорынке продают там фрукты овощи соленья вы же их не спрашиваете о гостах и бумажках до их доходы по сравнению даже с малым бизнесом копеечные вот и государство не трогает от них ни вреда ни пользы штатах примерно такая же система ты можешь продавать свои овощи фрукты депо он нашел их штатах такая же система как у нас поддержка малого бизнеса что малый бизнес до определен до определенного момента или трогать пока тот маленький ну как сайт руку тебя конечно там определенность норму надо соблюдать чтобы я болотиться и дарись ака такое атака да потом к тоже разрастаешь до необходимого уровня тебе начать вопрос а что там у вас происходит покажите пожалуйста как это делаете то что уже стал успешно тебя можно вытрачить уж малый бизнес если будешь бюджет он загнется простыми словами загнется сразу же а если ты уже поднялся ты уже более устойчиво стал то что с тебя можно спрашивать и покажи пожалуйста чем-то собираешься наших граждан кормить курики все такое оказывается ладно понял логично очень логично делать там что-то и вы знаете смысл теперь стало понятно почему такое произошло но с таким вот фермерским бизнесом есть ограничение оборот должен быть не более 250 тысяч долларов в год продукт не должен продаваться за пределами штата а также запрещена электронная коммерция и все логично но давайте так вот все что продают фермеры не являются котом в мешке тыква это тыква кукуруза это кукуруза а яблочный пирог или какой-нибудь там ну нет 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 у нас вот тогда был случай допустим ты как назвать правильно забыл слово просто удобрение удобрение есть специальные виды удобрения которые нельзя использовать например я не помню как называются они есть нельзя которые удобрения они из них растения врастает очень не очень ладно хотя пример про наркотики юристы там про коноплю яcesso пример про коноплю есть конопля она растет если строго осуждаем осуждаем конечно если нет пончик осуждаем который растет в поле дичка называю дичек дикая конопля она такая но обычно когда обычно трава обычно трава ничего верёвки пить можно вот веревки делается самое то а вот для использования наркотиков для того чтобы её употреблять там кое-какие другие средства используются я уж не буду но опять же я сам не сильно знаю так в армии просто сказывать чуваки как это делается все такое не вникал мне неинтересно самом деле и за не хочу но один тот же один и тот же одна и та же культура одна и та же культура может использоваться как для витья веревок просто веревки то хорошие скопли получается и также для использования наркотиков да просто при разной при использовании разных удобрений джем из земляники это то чем оно и является и без этикетки понятно какую продукта состав то есть это продукт не всегда под пирожки с ряпчиком допустим анекдот помните пирожки с ряпчиком если помните расскажу анекдот мужчина сели в ресторане раз там не может выбрать ничего официант какой у вас самый такой то популярное блюдо узнать у нас самое все очень любят покупают популярном фирме фирменное блюдо это пирожки с ряпчиком да куда ладно ну-ка давайте как раз приносит балка с пирожок и чё это хорошо берут раскупает просто пипец вообще скажите честно усмотреть на такая цена в принципе столько ряпчиков есть рецепт один секрет какой секрет скажите пожалуйста вы чуть-чуть нас добавляем туда этот другого мяса подмешиваем немножко ну а ну я же так и подумал о чем подмешивать секрет немножко совсем ну как конину подмешиваем туда конину а какие пропорции один к одному интересно а как это титка дому один рябчик один кой то же самое пирожок с рябчиком на самом деле как он говорит что джем как это земляничный джем да там написано джем он земляничный джем используется но там еще есть субпродукты какие-нибудь да которые например не земляника какой тех херпами как называется я забыл концентрат идентичный натуральную например да сахар заменители за всякие залупы то что подешевле то что более вредно и и получается вроде клубочный клубничный земляничный джем вроде бы а на самом деле там земляники 5 штучек бросили чтобы не видеть чтобы видно что не есть вообще с низким уровнем риска а я напомню что розовый соус таковым не считается поэтому на стриме шеф-повара пи спросили проверила ли фда соус на соответствие нормам фда это управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов на что шеф пи дала самый умопомрачительный ответ она-то оказывается не барыжит лекарствами поэтому она даже и не обращалась в фда просто просто чтобы вы поняли фда расшифровывается как food and drag administration первых сука буква f food еда и вот после этого случился инфо взрыв то есть какая-то баба из тик тока с ангельскими сука цифрами в мозгу продает розовый соус который во время транспортировки превращается в секретную разработку амбреллы с блёстками и госорганы никак это не контролировали господи но потому что справиться сказал потому что это было маленькая компания поэтому контролировал вы бы знали как много шумих поднялось ой мемы текли рекой видосы тоже но и само собой многие захотели его попробовать ибо никто так до сих пор и не смог объяснить вкус этого соуса а учитывая его опасность для организма это уже превращается в челлендж что это страха ну и само собой надо было извиниться перед покупателями что она и сделала ну как сказать извинилась перед покупателями она извинилась за то что она всего лишь человек ну да я сделал в этом помните смотрели про витуберов когда-то в японии кажется или какой-то корейской по японии короче витуберы к ним относились как как сказать как скоту вообще их выжимали все из них там ничего не получали и скандал что-то получилось какой то не помню что там было получился скандал и компания вышла такая извинилась извинились не перед витуберами самими которых они за которым они относились никак к людям а как это там по А извинились перед инвесторами Инвестор, извините себя, пожалуйста У него, кажется, этот ролик был Или не у него На стриме смотрели Кто стримы смотрит, постоянно зрители Офам обращаются Я делала практически все неправильно И что? Я же человек Я тоже могу ошибаться Но хотя бы пообещала совершить работу над ошибками И на том спасибо И вот тут случилось две вещи Во-первых, у нее случился Синдром главного героя Весь мир строит ей козни Да, да, синдром главного героя Я слышал такое Это когда человек считает, что он Что весь мир вокруг него крутится Это как бы нормально Я уже говорил, что люди, которые Получают популярность Резко на них сваливают Это очень тяжело Кукундер может улететь далеко и надолго Это надо Уезжать от себя Не каждый способен с таким справиться Либо у тебя команда психологов Должна с тобой работать Либо еще что-то Не каждый способен с этим справиться С популярностью Когда ты популярный Опять же А зрители, фанаты Делятся на два лагеря Или те, которые тебя ненавидят Или те, которые тебя любят Ну, есть нейтральные, конечно Они вообще молчаливо Так себя смотрят И одни пишут тебе Хорошие комментарии, позитивные Другие пишут тебе гадости всякие Если ты У тебя, скорее всего У нее, скорее всего Я так думаю, что Стоит фильтр, наверное На гадости всяких Которые пишут гадости Она не видит комментарии А видит только Позитивные комментарии И у нее получился Такой вакуум Она сама себя в вакуум Такой засунула Где видит только Позитив в себе И у нее Неосознанно Она осознала себе мир В котором она Такая вся классная Все ее любят Только вокруг нее Только любовь И она для всех важна Поэтому это люди Сами себя загоняют В такие условия Поэтому Это нормально Но шеф Пи Со своей жижиц Не буду говорить Хорошо ли это Или плохо Не буду давать оценку Этому действию Хотя нет Плохо Это плохо, конечно Да У человека Это кукунтер не на месте Да Но люди сами себя Загоняют в эту ситуацию Это Тут Сами себя загоняют Они вроде пытаются Оградиться Немножко от негатива И сделать как-то все Помягче И в итоге получается Так вот И ни за что Не сдастся Она пройдет Воду, огонь И медные трубы И за дня в день Ее ЧСВ Росло по экспоненте Смотрите Вот как она пишет О себе В 22 году На своем же сайте Я Не Обычный шеф-повар Как художник Самовыражения Я люблю Мыслить Нестандартно С 8 лет У меня всегда была Страсть кулинарии Сколько я себе помню Я всегда любил Экспериментировать С разными вкусами И оттенками Я хотела Чтобы соус Отражал Мою индивидуальность И вкусы Которые мне нравятся Больше всего И бла-бла-бла Я Необычный Шеф-повар Мне это вот нравится Ну да Ты Не Шеф-повар У нее Нет Соответствующего Образа Ты же не Обычный шеф-повар Ты в принципе И не Шеф-повар Она просто работала На кухне И научилась готовить И просто начала Пафосно себя называть Шефом Ну прикольно А я модельки В блендере дергаю Называйте меня Теперь специалистом По 3D анимации Ну Ну Эту анимацию Назвать нельзя Извините Пожалуйста Окей Много о себе думает Но все еще в рамках Приличия А теперь я вам покажу Это Как назвать Это Север-анимация Такая полуанимация Скорее Картинах Втайне Страдая от тревоги И депрессии Она отчаянно Пыталась найти Способ Исцелить себя Комплексно Она начала изучать Травы Фрукты И овощи Которые могут Помочь Стабилизировать Дефицит Питательных Веществ В вашем организме И именно Тогда Она влюбилась В фрукт Под названием Питая Художник Экспрессионист Тайно страдающий Депрессией С навыками В алхимии Напомню Она подсластила Чесночный соус И добавила туда Красный краситель Все Ну допустим Если человек Не занимался Чем-то таким Ну Не изучал В принципе Какие есть Соусы Вкусы всякие И для него Это кажется Вау Какое Изобретение Сделал Я не хочу обвинять Ну да Глупость Конечно Но она для себя Может быть думает Она без злого умысла Я уверен делаю Хотя посмотрим Может быть Был злого умысла Как ребенок В общем Как ребенок Открыл для себя Мир такой А Говора Столько словно Она из Мстителей Ушла А во втором Гонора Гонора Рых Случилось то Чего никто не мог ожидать Ее начали защищать Почему? Ну Она темнокожая Девушка Начинающий Предприниматель У которой Есть дети Все Трехслойная Твиттерская Защита Обеспечена Защищая ее Все в основном Цепляются за три вещи История Чела Среди Который Симулировал Отравление Радио Узов А потом Сделал Опровержение Что среди Каналов Комментаторов Много Дезинформации Внимание В названии Ибо Все делали Заголовки Что этот Соус Убивает Вау Люди Узнали Про Кликбейт Ну Уш Бивай Да Кликбейт Точно Четыре Собразил Ладно 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 Хорошо Садили Пошел Батера Раздавать Да Кликбейт Ну Никто Ж Не Умер Вы Не Понимаете А вот То Что Из Партии В 100 Упаковок Возврат Потребовало 50 человек Ни О чем Не Говорит Ну И По Классике Из 100 Упаков 50 Это Женщина Предприниматель Вы Хейте Только За то Что Она Начала За то Что Она Женщина Зовется Кожа Не судить Не судим Не будьте Короче Вся фигня Вот И тут Случилась Невероятная История Я Тоже Не люблю Потому Что Я Женщина Потому Что Идиот Ладно Не будьте У меня был конфликт Не очень умный Человек Тоже Начал Карту Разыгрывать Потому Что Я Атакую Потому Что Дебил Тебе Тебе Прискал Тварь 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 Смотрел Говно Обсудим Тиктокер Элли Брин Купила Этот Злосчастный Соус Попробовала И сказала Что Он Ну Съедобный Но Не стоит Своих 20 Баксов Все Это Буквально Все Что Она Сказала То Среди Всего Вала Хейта Ее Отзыв Был Самым Добродушным После Чего Она Нашла В соусе Блестки И Решила Отправить Соус На Экспертизу Я Сижу Думаю Ну Неужели Кто На Экспертизу Продукцию Тоже Отправляли На Сан Питеринстанцию По-моему И Лез Потребозор Ну Короче Такую Эту Стуку И Там Показывали Полный Состав Там Кишечные Палочки Находили И Всякое Такое Аня Сюжетный Твист И Ее И Шеф Пи Позвали На Ток Шоу Чтобы Обмусолить Проблему На Федеральном Канале Просто Для Понимания Вот Вам Она Решила Воспользоваться Моменту Сказала Это Мой Шанс Стать Поперлей Поняли Типа Хайп На Костях Что И Да Точек Делать Все Так Говорят Всегда Так Девушка Тоже Пришла В Эфир И Вот Это Розовая Чувырла Вместе С Ведущим Зажали Е Бушить Е За То Что Она Внимание Сказала Что Этот Соус Не Стоит Своих Денег А Эта Женщина Напомню Могла Стать Причиной Бутализма А От Бутализма Можно Отъехать В Мир Иной Это Такой Сюр Господи Вы Посмотрите На Эту Несчастную Настолкнулась С Хайтом С С С С С С С Откуда Взялась Цена В 20 Долларов Что Расскажите Пожалуйста Состав Вот Этого Блюда Сколько денег Вы потратили На него Насколько Порции Вы распределили И давайте Посмотрим Сколько Себестоимость Во-первых Сколько Себестоимость Этого Продукта Я уверен Там Я Ушутрирую Не знаю Врать Не буду Там 4-5 Долларов Грубо говоря 4-5 Долларов Например Я не знаю Просто Их цены Тамошние Скажем так 4-5 Долларов Себестоимость Одного Пузырька Такой 4-5 7-8 Долларов Должен Стоит Я уж Утрирую Я не знаю Сколько Тамошние Стоит Откуда Это еще 12 Взялось Вот Такой Вопрос Задала Что В нем Такого Почему Откуда Такая Цена Взялась Которая Я еще раз Повторю Ничего Плохого Про соус Не сказала И на Тем более Она сказала Свое Мнение И еще Могла Добавить Я что Я не имею Права Высказить Свое Мнение Отношительно Ваши Продукции Я должна Вас обсасывать Илья Не имею Права Вы будете Говно Ложить Она должна Говорить Какая-то Прекрасная Мне не нравится Допустим Образно Говорит Вот я Что-то съел Вот есть Какая-то Продукция Которая Все хвалят Мне не нравится Например Мне вот Не зашло Что теперь Делать Начали ее Закидывать За распространение Лжи Которого Не было За организацию Травли Которой Не было И за то Что она Посмела Опубликовать Видео Не связавшись С шефом Би И вообще Ты Не особенная Если честно Вы не особенная Ну там слово Ю у них В английском языке Ю Там это Ты Вы У них нету Нету ты Нету вы У них просто Ю Поэтому Можно сказать Что даже Ты не особенная Ты Не особенная Так зачем Мне сходить С ума И Борисовского Напрямую Если вы Распределяете Ложь В интернете Ну Сказать А в чем ложь В чем ложь Вот эта женщина Которая справа сидит В чем она Врала Скажем так Коварди Скажешь Что и Ведущего И розовую Распяли Значит Сказать Ничего Сам А Все таки Зрители Вот как Факт Что человек Который Реально Мог убить Людей Своим Продуктом Падает На спину И притворяется Жертвой Которого Еще и Покрывает Ведущий С публикой Это какое-то Безумие Да И ведущие И сама Шеф Пи Потом перед девушкой Извинились На коленях Надеюсь Хотя бы Тем не менее Вы понимаете Я думаю Если девушка Вот это вот Не стал бы Ну не Конечно Понятно Другие Это очень Выгодно Там еще Закулисные Игры По-любому Какую-то Катлету Заплатили Материальная Составляющая Тоже присутствовала При этом Это уже Витрина была Что мы сказали Пожалуйста Извините А материальная Составляющая Там не без Этого Так что Я бы Вместе Побольше Создал С них Сказал Ребят Как Мактуль Так вот В шоу Во-первых Давай Денед Великую Поцелуйте Пожалуйста Денег Понятное Дело Материальная Составляющая Там У меня Бассейн Что-то Недостроенный Немножко Бассейн Что-то Мне на пару метров Углубить хочется Почему-то Сделать красиво Пожалуйста Вместе Почему-то Без подогрева У меня еще Почему-то Вот так вот Вот это Недоразумение Надо исправить У меня бассейн Почему-то Без подогрева До сих пор Тогда я приму У вас извинения Знаете Что это Репутационная Смерть Все Твой товар Это Т-вирус Ты никак Не извиняешься Перед покупателями Ты набрасываешься На малейшее Проявление Критики Все Чуваки Людей За меньше Отменяют Она Столько Говна Натворила Но По всем Законам Сценарного Мастерства Именно В самой Нижней Точке Отчаяния Случается Взлет И нашей Истории Это тоже Касается Понимаете Ей Не то Что Протянули Руку Она Упала Нет Она Самостоятельно Щучкой Нырнула В ручу Навоза И Слово Могла Там Найти Золотой Билет Вилли Вонки Окей Смотрите В чем Прикол Давайте Возьмем Ближайшие Примеры Пищевых Товаров От Блогеров Шоколадки Мистера Биста Энергетики От Логана Пола И Киасая И Шоколад И Энергетик Можно Масштабировать Шоколад Может быть Темным Молочным С орехами С начинкой В разных Комбинациях Всего этого А когда Они закончатся Можно делать Дрожжей Мистера Биста Батончики Мистера Биста Ну поняли Нет Логан Ну да Пол И его Энергетики Прайм Вкусы Любые Сука Опять же Можно продавать В пластиковых Баночках В алюминиевых Баночках Разный Объем Этих Баночек Сделать Потом Можно Делать Просто Газировку И снова Все Энергетики Это Сука Вещь Такая Грешу Иногда Бывает Есть Грешу Да Употребляю Редко Очень редко Очень-очень Редко Да Допустим После Сильно-сильно Уставшей И надо Ролик записать Нет Времени Баночку Две Могу Употребить Нет Две Нет Я Залпом Только Аня Было Дело Как раз Залпом Две Уппитал Это Один Разно Было Нет Одну Миксовать Ну Поняли Да Если Что-то Одно Взлетит Классно Не взлетело Можно Заменить И придумать Что-то Новое А тут Фишка Только В том Что Соус Розовый Все Это Не Продукт Первой Необходимость Это Даже Не Самый Часто Это Дажды Продукт Второй Необходимость Покупаемый Продукт Да Сука Это Даже Неполноценная Еда Это Добавка К Уже Готовому Блюду Он В списке На покупку Находится В самом Низу И Даже Несмотря На Это Ей Каким То Образом Получилось Привлечь К себе Внимание Начать Продавать Свою Жижу И В конце Концов Подписать Контракт С Производителем Соусов Вы Можете Себе Это Представить С ней Связался Дэйвс Гурме Прям Фабрика По Производству Соусов Подлив И Масел И Подписал Ее На Производство Розового Соуса Они Сами Разработали Безопасность Что важно Рецепт Круто Конечно Очень Круто Вот Вот так Вот Должно Работать Что Они Разработали Грубо говоря Цвет Оставили Консистенцию Усправили Нормально Розового Соуса Который Может Постоять В Холодильнике Больше Одного Дня Начали Его Разливать По Бутылкам И Внимание Смогли Договориться С Волмартом На Продажу Волмарте Да Там Очень Серьезный Супермаркет В Америке Сколько Я знаю Узверждать Не буду Сколько Я Наслышан Очень Такой Типа Самый Ну Как у нас Пятерочка Типа того Есть Который Во всей России Хотя Пятерочка Не во всей России Наслышан Оказывается Не во всей Ну Такой Серьезный Магазин Везде Который Есть Соусов В их Магазинах Просто Чтоб Вы Поняли Размах Мечта Любого Производителя Продуктов Питания Это Попасть На Полку Волмарт Потому Что Это Самая Крупная Сеть Гипермаркетов США Если Твой Продукт Есть Волмарте Он Есть У Всех Американцев Чувствуете Эту Тишину Что-то Не Так Ну И Как Вы Поняли Да История На Этом Не Заканчивается Ну Во-первых Надо Сказать Что Дэйв Гурме Поступил Достаточно Смело Нашел Интересный Кейс В Тик Ток Понял Как Реализовать Продукт На Своем Производстве И Начал Его Продавать Ну А Сейчас Будет Ирония Века Они Сделали Соус Безопасным Они Поменяли Состав И Сделали Его Более Долгоживущим И Безопасным Для Транспортировки И Из-за Этого Соус Перестал Быть Розовым То есть Люди Приходили В Волмарт Находили Баночку С названием Розовый Соус А внутри Была Масса Либо Бледно Бледно Розовая Либо Кремовая То есть Она Была Какой Угодно Но Что Выглядит Ужасно Я Такой Не Слаб Покупать Два Доллара Два Доллара Она За Двадцать Причем Себестоимость Какая Два Доллара Они Ярко Розового Цвета В Баночке С названием Розового Соуса И Никто Не Покупал Ладно Опьем Другой Но Все равно Блин Двадцать Банок Никаких Данных По Продажам Жижицы У Мне Нет Учитывая Что Эту Баночку Сейчас Можно Купить Только На Ebay Срок Что Пошло Не Так И Да Цвет Соуса Это Дай Очень Похож Соус Знаете Я такой Покупал Соус Чтобы Маринад Делать Маринад Для Шашлыка Очень Похож Когда С Майдезом Смешаешь Проблема Угадайте Кто Пихал Палки В колес Всей Этой Истории Шеф Пи Какие Вы Догадливые На самом деле Этот Фрагмент Историй Полон Событий И деталей Но Я Перескажу Вкратце Итак В какой-то Момент После Всего Того Что Для Нее Сделал Дэйв Гурме А поверьте Это Очень Много После Всей Этой Рекламной Компании Фотосессии Видео Презентации Шеф Пи Начала Активно Засирать Дэйва Гурме Говорит Что Он У Нее Украл Рецепт Что Он На Ни Наживается Что Он Ей Не Платит И Он Вообще Сделал Все Хуже И Все Вообще Писька У Мальника И Невкусная Что Это Она Начала Делать Из-за Денег Сразу Оговорюсь Дэйв Гурме Выпустил Отвит На Все Ее Обвинения Со Всеми Пруфами Так Что Я Сейчас Могу Более Уверенно Говорить О Всех Ее Словах И Претензиях Окей Здорово Чатерсы Пишу Из Монтажки Хочу Предупредить Что С этого Момента Футажи Будут Повторяться Потому Что Я Вот Прямо Сейчас Сел Снова Монтировать Подхожу Смотрю А Она Снесла Все Свои Видео С Ютуба И Все Свои Видео С Тик Тока Она И так В принципе Все Свои Резонансные Видео Поскрывала Поэтому Мне Приходилось Их Брать Из Видео Реакции Других Людей А Теперь Она Снесла Вообще Все Так Что История Видимо Никогда Не Закончится А У меня Допустим Звуковая Дорожка Такая У меня Покрасивее Высоковая Дорожка Я Просто Ровненько Сидел Я Просто Выравниваю Набор У меня Таких Пиков У меня Нету У меня Колпак Слетел Напрочь Она Теперь Не Просто Человек Который Догадался Покрасить Соус В Необычный Цвет Она Обладательница Уникального Знания И Только Она Способна Им Обладать И Воссоздать Его Ну Этот Аматуя Наша Аматуя У меня Тоже Кукундер Та У Чел Далеко Это Долго Боня 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 Не знаю Как зовут На самом деле Боня Она А Виктория Боня Виктория Боня Там Тоже Кукундер Ну Грибочками Балуется Человек Да Знаете Такие Вайб Эти Шапиньон Недожаренный Ела Просто С Лисичками Недожаренными Да И она Прям Упорно На этом Настаивала Она Гений 21 века Она Самоупоминаемый Человек В современности Чаще Того Как она Покрасила Чесночный Соус А Ладно Я понял О чем Он говорит Да Я просто Я просто Подумал Про то Как она Набрала Популярность Даже Каким-то Образом Свой канал Прокачала Как набрала Свою Себе Аудиторию А потом Уже Стал Такой Все Извиняю Извиняю Компания Компания Грет Волью В коллабе С Неожиданно Никелодианом Сделала Лимитированный Грет Волью Никелодиум С лайм Соус Который Как кетчуп Но Как бы Зеленый Так что Ни хрена Это не уникальная История Во вторых У нас Восеби Продается Зеленый А на самом деле Корчица Перекрашенная Дэйв Гурме Все Испортил Они Поменяли Цвет Ее соуса Ну да Опять же Как я и говорил Они сделали Его таким Чтобы соус Был А Безопасным Б Таким же По вкусу И В Из натуральных Продуктов Поверьте Им ничего Не стоило Ну а с другой стороны Как будто Она не знала Когда его делали Как будто Она не знала Что это за соус Ну 7 баксов Смотрите 7 баксов Так что В принципе Получается Ну адекватно Если 20 Если учесть Что он По объему Выглядит На всяком случае Меньше Чем та бутылочка Которая была У нее Так что Я так думаю Что 20 Это было Ну может Легаться подороже Может Доллар в 15 Должна была стоить Или 12 Но фаршировать Соус Консервантами Подсласт Может был Все-таки Добавить Краситель розовый И был бы Ну такой же Как и был бы Красителями Ешками Всякими А все Что есть В этом соусе Что сложнее Чеснока Это натуральные Ароматизаторы И тогда бы Он и жил Жил дольше И цвет У него Был бы Ярче Но они Сделали так Как хотела Сама Шеф Пи И теперь Она этим Сука Недовольна Но главное А да Я к чему говорил Она когда Когда с ними Контракт заключала Она не видела Что же Какой состав Консистенция Все такое Ну это Просто Как сказать Есть блогеры У них там У них уж не буду Говорить Какие блогеры У них В голове Только цифры этих Так цифры просмотров Так счетчики просмотров Ничего другим Не мыслят Другими категориями Только просмотрами Мыслят они Главное Главной причиной Раздора Стали Как обычно Деньги Да Везде она заявляла Что ее Кинули Ей не платили Она буквально Побирается На помойках И вот после этого Я хочу сказать Что она Очень нехороший Человек Невероятно Нехороший Человек По заявлениям Дэйва Гурме Они Суммарно Заплатили Ей 160 Тысяч Долларов Еще раз 160 Тысяч Баксов За Саны Розовый Соус Когда я говорил Что компания Ну как сказать Саны соус Ям ее Это саны соус И стали покупать Благодаря ей Давайте будем Справедливы Да Только благодаря ей Его и стали У этой компании Покупать Так что она тут тоже Давайте не будем ее Как бы она Может быть Не может быть Она есть редиска Эта женщина Конечно редиска Но ее вклад Вы тоже Слово Забыл Умолять Умолять Вклад Тоже не надо В это дело Она вклад Тоже сделала В это дело Между прочим Да Пошла навстречу Шефу Допустим Если бы я сделал Грубо говоря Если бы я сделал Такой же соус Например Все бы сказали Никто не купил Во-первых И какой-нибудь Волмарт Или пятерочка Не взяли бы Мой соус На Как сказать На постоянной основе С себя продавать И мне бы Такие суммы Никто не заплатил Мне заплатили Там тысяч пять Может быть Иди Соси Булт Или психуй Например Потому что Кто я такой И как у меня аудитория Ну вас мало просто Поймите правильно Вас просто мало А там человек Во-первых Она популярна была Она и без них Соус свой Неплохо так продавала Вот что было И они взяли его Не потому что Им понравился соус А потому что Он уже был Раскручен брендом Вот так вот А потому что Если бы я сделал Свой соус Ко мне не пришел Какой-нибудь Пятерочка Мне не придет Скажет Давай Сышь Давай Твой соус Будем продавать А если бы Сделал какой-нибудь Как же его там Да вот Михаил Литвин Я недавно видел Лит Энерджи Я как бы видел Все время Энергетик его Лежит на полке Лежит А недавно узнал Что это оказывается Его энергетик Который Михаил Литвин Сделал Вот все Ввиду Что Они Оплатили Возврат денег За тот Взрывоопасный Розовый соус Хотя Не должны были Они ей дали Авансом 40 тысяч Баксов И все Что ей надо Было делать Это просто Рекламировать Этот саный соус И делать видео На своем же аккаунте Ей никто Ничего не запрещал Не контролировал Ее задача Была просто Делать рекламу И тут Она начинает Нагло врать Что они ее Обворовывают Высмеивают Цвет соуса А знаете почему Потому что Она не хороший человек Я повторяюсь Шеф Пи Посчитала Что Она нашла Горшочек С золотом Который будет Бесконечно Варить для нее Кэш Она на полном Серьезе Присылала им Чеки С едой Одежды И требовала Не просила Требовала Оплатить эти счета Как платить И треб В феврале 2003 года Шоу Попыталась Ставить отчеты Расходов На бизнес Качество Личных расходов Например За покупку Четырех пар Кроссовок Или на оплату С всех счетов За продукты Эти чеки Присыланы По этой ссылке Генеральный директор Сообщил ей Что такие действия Являются Мошенничеством И задал Множество вопросов Связанных С представленными Чеками Шоу Не ответило Ни на один Из этих вопросов Сила требовала Оплатить эти счета Как платье И несколько пар Обувы Помогут компании В продвижении Розового соуса Загадка Даже для меня Она просила Оплатить Ее день рождения На сколько там Десятков тысяч баксов Чтобы прорекламировать Соус Ей в этом отказали А еще Она чуть ли не Впала в бешенство Когда контора Отказала ей В коллаборации С фильмом Барби Но справедливости ради Стоит сказать Что это самое очевидное Что только может быть Но Дэйв Гурме Это не такое уж И большое производство И они конечно В теории могли Согласовать это С Warner Bros Но что-то мне Подсказывает Что из-за Репутации Розового соуса Им бы отказали В коллабе Ведь самое тупое Что она хотела Возможно ли пытались Возможно ли пытались Просто сказали Что ну нет Не стали Ей уж все Внутренние телодвижения Рассказывать Зачем ей Об этом знать Сделать эту коллаборацию В обход Ворнеров Ей плевать Если на компанию Попадут в суд Не ее же судят Правильно Хотя стоит отметить Что например Хайнс Все таки сделали Коллабу с фильмом И сделали Барбекью Это никакого отношения К делу не имеет Просто забавно И вот понимаете У нее было все Тебе заплатили Суммарно 160 тысяч баксов Ну куда она их делала Причем важно А на эту сумму Михаил Нефедов У нас есть такой блогер Он тоже там Деньги зарабатывал В свое время На школоблогерах Куда он делал Казалось бы Это не моего Умодел Мне все равно Пускай распоряжает Своими деньгами Как хотят Их дело Их личные Как хотят И поступают Но Тоже Были в свое время Деньги у человека Как он распорядился Тоже Если как он Рассуждает Как он распорядился Да какая разница Как пропила Блин Не знаю В казино Ее деньги Получила За год И все Всадила И понимаете В чем дело Она их Компанию Срала В своих видео На стримах В постах А потом приходила К ним И ныла О том Что она Практически бездомна И просила Снова выплатить Ей часть денег Которых Она Не заработала И Дэйв Гурме По доброте Душевной Чтобы не Оставлять Ее Денег Детей на улице Не ск... Ее чего? Детей? И часть денег Которых Она Не заработала И Дэйв Гурме По доброте Душевной Чтобы не Оставлять Ее детей На улице Ее детей Ну еще и дети были? Несколько раз Давал ей Десяток тысяч Баксов Которые Она Снова И снова Просирала На что? На бесполезную Херню На волосы На ресницу На одежду На ногти Как можно Как она Жалуется На компанию Это Это невероятно Мерзотный Мув Просто Чтоб вы поняли Ее наглость Она Затребовала Оплату Своей работы Чего Кстати Не было Прописано В контракте И по ее словам Она Потратила На рекламу Розового Соуса 1400 Часов И просит Оплатить Каждый Час По цене В 90 Доллар То есть Сверху Тысяча Часов В 90 Максов Никогда Семь До 60 Тысяч Она Запросила 126 Само Собой Компания Ей В этом Отказала И вот Когда Отношения С Дэйвом Гурме Окончательно Испортились И боже Мой Вы себе Представить Не можете На какие Безумные Уступки Шла Компания Чтобы Сохранить Это Сотрудничество С этой Миледи А чего Становится Еще Более Удивительно Как Можно Было Так Обосраться Она Поставила Ультиматум Либо Вы платите Мне Полтора Миллиона Долларов Либо Я с вами Больше Не сотрудничаю Как Ну Просто Ну Я же Говорю Человек У Кунтер Улетел К тому Моменту Синдром Главный Герой Не с пустого Места Берется На самом Деле Да Последствия Так страшные Как Бля К тебе Без пяти минут Биотеррористу Пришла компания И прощала тебе То Что прощать нельзя Оплачивала То Что не должны Были Сделали Для тебя То Что для всех Является Билетом В золотую Жизнь И ты Все Это Справедливость Разница Не одна Такая Много Таких Людей Которые Ну Которых С Популярность Слава Обрушивается Они Просирают Все Это нормально В смысле Это не то Что нормально Это Обычное Явление Не каждый Не каждый Способится И не справится Это очень Тяжело На самом деле Просрала Но Знаете Что Хуже Всего И Этого Ей Оказалось Мало Она Все Еще Считает Себя Жертвой Поэтому Она Устроила Сбор Средств На GoFundMe В размере 100 тысяч Баксов Чтобы Судиться С Дэйвом Гурме И Она Даже Собрала 25 Тысяч Это Просто Немыслимо И Мне Так Жалко Компанию Дэйва Гурме Потому Что Ну Я Верю Что Они Хотели Поддержать Шефа Пи Но Вместо Этого Потеряли 160 Деша Они Хотели Заработать Справедливо Ради Эта Женщина Тоже С пустого Места Взялась Как Уши Ну И Соус Все Таки Стоит Учесть Что У нее Тоже Ее Соус Он Что Ты Представлял Они Просто Решили Заработать На Жертв Разумеется Прятное Дело Но Не Такие Уши Сили Промнел И Как Слово Забыл Филантропы Не Такие Уши Филантропы Аксов Ни Хрена С этого Не Заработали И Понесли Репутационные Потери Сколько Было Потрачено Нервов Юристов Этой Компании Мне Даже Страшно Себе Представить И Мне Кажется История Этой Сумасшедшей Никогда Не Закончится Потому Что После Этого Она Господи Умоляюсь Сядьте Вы не Готовы Это Услышать Слава бог Что я Сижу Вы не Готовы Это Услышать Сели Так Вот Она Сделала Синий Соус Который Такой же Как Розовый Только Синий Начала Продавать Какой То Санный Мерч На Своем Сайте И Даже Мерч У каждого Уважающегося Блогера Есть Мерч Какой Такой Я Тоже Подумываю Что Сделать Когда Будет Более Менее Нормально У меня Аудитория Я Уже Придумаю Какой Мерч Сделаю Это Будет Классно Это Будет Реально Полезная Вещь Найду Производство Кто Сможет Помочь Реализовать Мои Задумки Постараюсь Адекватно Придумать Не Наглеть Сильно Остаться Хотя Чуть Внимание Рецепт Розовых Спагетти Который По какой То Причине Закончился Как Текстовый Рецепт Может Закончиться Это Такая Загадка Как А кто Будет Покупать За деньги Рецепт Макаронов С красителем Так Сейчас Приготовьтесь Будет Скример Как Вы Думаете Что Это Не Знаю О чем Вы Подумали Но Это Ее Книга О психическом Здоровье Не Смейтесь Это Не Шутка Ну И Последнее Что Она Сделала Если О своем Психическом Здоровье Пишет Да Я охотно Верил Так Это Запустила В продажу Порошок Нет Фу Выброси Из головы Эту плохую Мысль Речь О Эссенции Я Чего Не подумал Я подумал Просто Ральный Порошок Ее Саного Розового И Синего Соуса Ее Порошок Стоит 20 Баксов За пакетик Не надо врать Вранья Тут Тебе 19,99 Че ты врешь Мы же Видим Ой 19,99 Че ты Обманулся Ее Пора Вот же 19,99 Че ты Врешь 20 Каких На цель Какая Стоит 20 Баксов За пакетик А чтобы сделать Тот самый соус По секретным Рецептам КГБ Помимо Порошка За 20 Баксов Ты должен Накупить Ингредиентов Еще Баксов На 40 60 И того Чтобы сделать Миску Этого Варева Который На вкус Как смерть Я напомню На вкус Как смерть Нужен потратить 60 или 80 Баксов Август Зедак Решил попробовать Все это Ну и Результат Неутешительный Все еще Ужасно И вот Сейчас Шеф Пи Плачется В своем Тик токе Что она Ну такая Бедная И несчастная Ей нечем Кормить Своих детей Никто Не покупает Ее соус Но Она Не Там Монетизация Тик ток Я слышал Вроде Неплохая Так что Не надо Ну это Ладно Ты не Опять же Не будем Теньги Считать Людей Это Во первых Это ее Способ Заработать Ну ка Ну и Сказать Вот я Ка бедным Сейчас Это способ Заработать На самом деле Она Нормально Все чувствует Не надо Рассказывать Не сдается Ибо она Главный Герой Этой Истории И если Вы Большой Предприниматель То пожалуйста Свяжитесь Со мной Я хочу С вами Сотрудничать Но только На моих Условиях Суки Я Суки Я не знаю И почему У тебя Нет денег Может быть Ты все Просрала На косметику И вот это Кстати Нет Ну как сказать Нет двинников У людей Может быть Грубо говоря Сорплату иметь Я утрировал Там Тысяч 50 Можешь Зарабатывать И В принципе Он может Все устраивать Он скажет Ну полтинчик зарабатывает У меня тут Базовую Свою потребность Удовлетворил Там Еще раз Раскидал Помило Еще осталось Немножку Могу себе Пивка позволить А кто-то 150 Зарабатывает Скажет Ой Как мне не хватает Денег 150 тысяч Всего лишь Я живу Клещи Брат Я мое Ах Как мне дальше жить Поэтому тут В зависимости От От потребностей Вот Все зависит от потребностей Человека Да Тут так вот Просто она через видео Меняет волосы Прическу Ногти Образы Одежду Что-то мне подсказывает Что это дорого Как и красить кухню В розовой А почему же никто Не хочет с тобой Сотрудничать А может быть потому Что ты обосрала Компанию Которая для тебя Сделала столько Сколько никакая Другая компания Не способна была Сделать А почему же Твой соус Никто не покупает Ууу Вот это загадка Может быть Ты уничтожил Свою собственную Репутацию Своими же руками Может потому Что сайт У тебя уже Сука Не работает Месяц Как люди Должны заказы Оформлять Знаете Все мы Видели Истории Падения Но вот Эта История Это что-то С чем-то Ей повезло Что она Залетела В реке Тиктока Причем Основательно Ей повезло Что ее Варева В реке Рекомендации Рекомендации Это реально Понравилось Ей повезло Что с ней Связался Большой Производитель Соусов Но Из раза В раз Она Все Просирала И с каждым Разом Все Больше И больше И больше Поистине Потрясающая История О Человеческой Глупости Ну да И Помните Самый лучший Розовый Соус Это Кипченес Мой Любимый Вот Такая вот Друзья Сегодня У нас С вами Получилась Реакция Понравилось Или нет Напишите В комментариях Ставьте Лайки Делайте Репосты Будете Клевыми И Всем Пока Кипченес Делай Как По кайфу Родной Только Урам Кодозвольного